Здравствуйте! Я Анастасия Натальевича, команда городского телеканала «Первый Ростовский». Выделим главные новости недели, расставим акценты. Итак, Ростов-Главное – это последствия сильного пожара со взрывами в здании погрануправления ФСБ на Сиверса. Ростов-Главное – это вручение ордена мужества посмертно родителям погибшего в зоне СВО бойца, а также студенческий флешмоб к годовщине возвращения Крыма в Россию. Ростов-Главное – это открытие в Ростовской области года педагога и наставника, который должен напомнить – учитель – одна из важнейших профессий во все времена. И заключение контракта на строительство школы в Суворовском, которая должна быть готова к 1 сентября 2024 года. А также субсидия при рождении ребенка для тех, кто взял ипотеку с господдержкой через агентство жилищных программ. Ростов-Главное – это поход на старый базар за продуктом, без которого яичница так и останется растопленным на сковородке маслом. Открытие выставки «Маршируем в победном строю» с экспонатами музея «Сталинградская битва» и пасмурные выходные за окном. В Кремле не обсуждается возможность проведения новой волны частичной мобилизации, заявил на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос об этом возник из сообщений, что в Воронежской области мужчинам вручают повестки в военкомат. Но власти региона объяснили это только уточнением данных воинского учета. Ранее, 10 марта, о том, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится, заверили в Минобороны. И призвали не поддаваться на провокации оппозиционных телеграм-каналов. Законопроект о поэтапном повышении границ призывного возраста, внесенный на этой неделе в Госдуму, он предполагает постепенный переход. В 2024 году под призыв на военную службу будут попадать россияне от 19 до 30 лет, в 2025 – от 20 до 30, и в 2026 – и далее от 21 до 30. При этом, по желанию, в армию можно будет пойти до нового призывного возраста с 18 лет. Взрывы, огонь, черный-черный дым. В четверг днем начала распространяться информация о пожаре на Сиверсо, причем довольно разнообразная и противоречивая. Ведь вспыхнувшее здание принадлежит погрануправлению ФСБ и, естественно, стали возникать версии об атаке извне. Но, давши свое разъяснение губернатор, такие предположения проверк. И вот, что стало известно нашей съемочной группе. О пожаре на территории погрануправления ФСБ очевидцы сообщили сегодня в половину первого дня. Говорили, слышали взрыв. И вот официальный комментарий от губернатора. Из-за короткого замыкания загорелись хозпостройки. Огонь охватил 800 квадратов. Известно об одном пострадавшем. Проспект Сиверсо сразу перекрыли для автомобилей. На место пускали только спецтранспорт. Полтора десятка пожарных машин, следком, военную автоинспекцию, газовую службу и аварийку водоканала. Позже проезжую часть закрыла собой коммунальная техника. Людей просили отойти на безопасное место. И несколько раз это место становилось все дальше от горящего здания. На камеру очевидцы говорить отказались. А силовики просили дождаться официальных комментариев, чтобы не распространять фейки. Угрозы соседним многоэтажкам не было. Но людей эвакуировали на всякий случай, сообщил губернатор. Это здание – гаражный бокс. Пожар начался в ремонтной мастерской. От огня стали взрываться емкости с горюче-смазочными материалами. Две стены обрушились. В ЦОС ФСБ сообщили, есть пострадавшие. Потушить пожар удалось за три часа, примерно в 15.40. Дмитрий Сумской, Руслан Хамчиев, Первый, Ростовский. Стало известно имя героя, который вынес из горящего дома трех детей. Это бывший шахтер Валерий Харитонов. МЧС представила его к награде. Все подробности в сводке ростовского городового у Анастасии Фериченковой. Также я расскажу о взятке предпринимателя, руководству Рост Горсвета, дерзком ограблении машины на глазах хозяйки иконе из старинных золотых и серебряных монетах конца XIX века, которые переселяются из частных коллекций в музеи. Мужчину, который вынес из горящего дома трех детей наградят, сообщили в МЧС. Страшный пожар в частном доме в хуторе Ленин Белоколитвинского района был 21 февраля. Многодетная семья отмечала день рождения одного из детей. А когда взрослые уложили малышей спать и ушли провожать гостей, дом загорелся. Пламя охватило крышу, дверь и крыльцо. По счастливой случайности рядом оказался 56-летний шахтер на пенсии Валерий Харитонов. Он залез в окно по приставной лестнице и пошел вслепую от едкого дыма. Буквально на ощупь нашел детей и по одному каждый раз, возвращаясь в задымленную комнату, вытащил на улицу трех детей. И еще двоих мальчиков спасти не удалось. Директор Рост Горсвета и его заместители, директор коммерческой организации попались на взятки. Возбуждено уголовное дело на чиновников за получение взятки, а на коммерсанта за дачу. По информации следкома, должностные лица Рост Горсвета решили поправить свое финансовое положение, помогая директору коммерческой фирмы вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда, а также без проблем подписывать приемочные документы после исполнения контрактов и быстро получать деньги. Все три фигуранта задержаны во время передачи взятки. На время следствия директор Рост Горсвета и коммерсант оставлены под домашним арестом, а вот женщина-зам отправлена в СИЗО. Оставила открытую машину без присмотра и лишилась кошелька. Правда, ненадолго. В Каменске-Шахтинском задержан 27-летний мужчина, чью кражу засняли камеры наблюдения. Пока автоледи была в магазине, он просто шел мимо, и тут решил попытать легкой добычи. Проверил, открыта ли машина, дождался, когда на него никто не смотрит, и стащил кошелек. В это время хозяйка авто вышла на улицу, увидела вора, бросилась в погоню, но догнать не смогла. Однако остались горячие следы, по которым преступника и задержали. Им оказался ранее судимый за грабеж. Он арестован, но ни кошелька, ни рублей своих потерпевшая не увидит. Грабитель деньги потратил, а остальное выбросил. Старинные монеты и икона XIX века пополнят хранилища музеев. Они переданы Управлению Минкульта России по ЮФО и СКФО. Девять серебряных и золотых монет 1854-1899 годов привез россиянин из Стамбула в Ростов и пытался незаметно пронести через таможенный контроль, но их нашли и изъяли. Экспертиза установила это культурные ценности, хотя нарушитель утверждает, что этого не знал. А икону пыталась вывезти из России в ручной кладе женщина, утверждая, это муж-коллекционер купил на барахолке. Но ценность ее от этого меньше не стала. Дорожный трехстворчатый складень из латуни и эмали конца XIX века изъяли. За недекларирование и нарушение запретов при вывозе культурных ценностей возбуждены административные дела. И суд решил монеты и икону конфисковать и пополнить ими коллекции музеев. На этом у меня все. До встречи. Орден мужества вручен на этой неделе в Новочеркасском соборе матери 23-летнего Дмитрия Никитина. Он был на линии фронта с самого начала СВО. В конце сентября он закрыл с собой товарищей от разлетевшихся осколков вражеской растяжки. И погиб. Награда вручена посмертно. Награждается выпускник нашего корпуса Никитин Дмитрий. Дмитрий Никитин еще с детства знал. Он будет военным, как и его старший брат. Буквально умолял родителей – отдайте меня в кадеты. Мечта сбылась. С седьмого класса учился в Донском казачьем корпусе. И стал его гордостью. Участвовал во всех спортивных соревнованиях, в том числе и во всероссийских. Умело управлялся и с шашкой, и с учебой. Этот ребенок был серьезным с самого начала. Я даже не помню, чтобы он улыбался когда-то. Он настолько серьезно относился ко всему, что на уроках он только слушал замечания. Я никогда ему не делала. Я не помню, чтобы у него были какие-то проблемы. Служить Дмитрий хотел ВДВ. Тоже как брат. Только вот по состоянию здоровья не смог. Но к цели дошел. Стал контрактником. Воевал в зоне СВО. В июне вернулся домой в отпуск. Родители просили остаться подольше, но сын не смог. Как он останется тут, если его старший брат там? А в конце сентября Дмитрий Никитин закрыл с собой товарищей от осколков вражеской растяжки. Быть воином – жить вечно. С этим девизом он жил по жизни. Он был очень честным, открытым. Очень заботливым сыном внимательным. Это была его жизнь. На гражданке он себя не видел. Он не представлял, как можно жить гражданской жизнью. Дань памяти герою отдают минутой молчания и торжественным шествием. Еще кадетам на вопрос, куда потратишь первые заработанные деньги, Дмитрий без сомнения отвечал. Отнесу их в казачий корпус, чтобы помочь. Он мечтал когда-нибудь вернуться туда и воспитывать новых защитников Родины. Теперь в музее корпуса будет посвященный ему уголок. Юлия Карасюк, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Создадим оберег ангелам России. Так назвали новую акцию, объединяющую несколько поколений волонтеров. Традиционные русские обереговые куклы, подорожницы, по задумке, должны помочь мобилизованным землякам пройти фронтовые дороги и путь домой. Будем сегодня делать чудо. Это чудо называется вот такой милой, очаровательной подорожницей. Подорожница – это особый символ, который позволяет путнику вернуться домой. У нее в руках очаровательный маленький крошечный мешочек. А в мешочке зерно, как символ сытости, сверток с распечатанной молитвой и красная нить, которая непременно приведет домой. Содержание символично, как и сама кукла. На Руси таким придавали большое значение и считали, что они лечат любые болезни. Подорожница – обереговая кукла, которая помогала путникам. А сейчас, по задумке волонтеров, должна помочь военным. Сегодня мы их делали для наших защитников, для воинов. Хотим, чтобы они всегда были сыты и вернулись всегда домой живыми, здоровыми. Восьмилетний Савелий Веселов хочет стать спецназовцем. А пока защищает солдат. Сделал сразу два оберега. Признается, было сложно, но помогли взрослые. И даже разрешили оставить вторую куклу себе. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы были сильнее, чтобы вы нас защищали и прошли войну. Обереги делаются несколькими поколениями волонтеров – от второклассников до пенсионеров. Мастерица Любовь Носова – педагог со стажем. Раньше преподавала русский язык и литературу, теперь учит взрослых и детей рукоделию. Я просто не могу по-другому жить. Я сама придумала, что это кому-то нужно. А оказалось, на самом деле, буквально вчера у меня был мастер-класс с детками старших классов. Они пришли сюда, и одна девочка говорит, а можно я вас обниму? Мне так хочется. Вот обнимашки – это хороший знак. В музее сельского дома культуры атмосфера русской избы. Куклы-кубышки, обереговые куклы, ковры и вышитые покрывала, созданы несколькими поколениями сельчан, многим предметам больше ста лет. Волонтеры наколдовали два десятка оберегов и отправят их на передовую с партией гуманитарки. Такие акции проходят по всей области и объединены в одну с хэштегом «Мы вместе». Волонтеры культуры включились в эту работу. Это также такой небольшой оберег для наших ребят, который также напоминает о их семье, о тех ребятах, школьниках, волонтерах, которые непосредственно хотят хоть частичку своей души отдать непосредственно нашим ребятам. Сегодня каждый вовлечен в сопричастность к помощи семьям мобилизованных граждан, бойцам специальной военной операции, родственникам и многие-многие другие категории. «Мы вместе» – это не только обереги и гуманитарка. Волонтеры уже обработали 2700 заявок от семей военнослужащих. И это юридическая и психологическая помощь, решение бытовых проблем и так далее. Арина Николаева, Анастасия Мартынова, Владимир Савилов, Первый ростовский. Павлинов из Донбасса приютил Донской парк. Ярких птиц подобрали в солидаре бойцы ЧВК «Вагнер» и передали волонтерам. Активисты начали искать новый дом для беженцев семейства Фазановых и нашли его в Ростовской области. Поселить у себя редких пернатых согласился парк «Лага». Объединенный полуфинал конкурса «Лидеры возрождения для Запорожья и Херсона» принял Ростов. Этот управленческий кадровый конкурс проводится в новых российских регионах для поиска, развития и поддержки перспективных руководителей. Полуфиналистов приветствовали временные главы Запорожской и Херсонской областей. Дорогие друзья, всех рад приветствовать. Запорожская область богата своими талантами, своей мудростью. Самое главное – это то, что вы не побоялись в таких сложных условиях, собственно говоря, принять участие, подготовиться и побороться за лидерство. Нам нужны вы и даже те, кто, собственно говоря, принял участие в конкурсе, но не вышел там в полуфинал. А Василий Голубев отметил, что на таких встречах люди знакомятся, общаются, передают опыт и в этом главная ценность конкурса. А Ростовская область всегда готова соседям помочь. Я всех вас приветствую на гостеприимной Донской земле. На такой было всегда, такой остается и такой будет. И действительно, нам всем вместе стоит большая и серьезная работа. Конкурс лидеры возрождения президентской платформы «Россия. Страна возможностей» – это часть большой работы по восстановлению мирной жизни в новых российских регионах. Девятилетие воссоединения Крыма с Россией. Ростовские студенты, общественники и волонтеры отметили акции «Крыму и Севастополю с любовью». Своё признание они оформили флешмобом, построились так, что можно было увидеть сердце и слово «Крым». Поднятием трех флагов государственного Донского и Вузовского началась акция «Крыму и Севастополю с любовью» в ДГТУ. К дате воссоединения Крыма с Россией на площади у главного корпуса полтысячи студентов и общественников собрались в живое сердце цветов триколора и надпись из флагов «Крым». Акция «Крым с любовью», приуроченная с 16 по 19 марта, проходит каждый год. Но каждый год форматы меняются. Где-то концерты, где-то флешмобы, где-то пошли, вспомнили уроки памяти. Важно не забывать историю, чтобы через какое-то количество лет не переписали её. Патриотическую акцию организовали волонтёры Победы и областной комитет по молодёжной политике. Воссоединение Крыма с Россией – это важнейшее событие нашей новейшей истории. В рамках данного праздника по всей Ростовской области проходит комплекс различных мероприятий, тем самым показать всю преданность и любовь к нашим регионам. Сердце – это мир, это любовь. Для меня это очень важно. Я посещаю все такие мероприятия активные, призываю других людей участвовать в этом. Крым вошёл в состав России в 2014 году. Договор был подписан 18 марта. Решение принято по итогам референдума, на котором почти 97% проголосовавших сказали «да» возвращению домой. Юлия Сурикова, Тагир Фатахов, Первый, Ростовский. И вот что ещё расскажем далее. Ростов-Главное – это открытие в Ростовской области года педагога и наставника, который должен напомнить, учитель – одна из важнейших профессий во все времена. И заключение контракта на строительство школы в Суворовском, которая должна быть готова к 1 сентября 2024 года. А также субсидия при рождении ребёнка для тех, кто взял ипотеку с господдержкой через агентство жилищных программ. Ростов-Главное – это поход на старый базар за продуктом, без которого яичница так и останется растопленным на сковородке маслом. Открытие выставки маршируем в победном строю с экспонатами музея «Сталинградская битва» и пасмурные выходные за окном. Василий Голубев провёл личный приём граждан по поручению Владимира Путина и принял обращение из пяти городов и районов области. В них были капремонты школы и больницы, а также обновление дорог и магистрального водовода. Жители трёх посёлков – Нежданная, Аюта и Таловый в шахтах – просят поскорее завершить ремонтные работы на изношенном магистральном водоводе. Ведь летом в сезон полива огородов с водой бывают перебои. В 2022 году для улучшения вознаграждения у нас проводились работы по замене магистрального водовода примерно в тысячи миллиметров. И знаю, что это не без нашего участия. Спасибо, конечно, вам большое. Но на сегодняшний день у нас работы как бы не завершены. Как рассказал министр ЖКХ, больше полутора километров водовода уже отремонтировано в прошлом году. Планы на этот обновить ещё три километра. И ещё почти столько же в 2024-м. Полностью завершить работы планируется к маю следующего года. Я прошу, во-первых, лишний раз предупредить или попросить нашего исполнителя, значит, что зона очень важная, и неисполнение или задержка недопустимы. Надо прорабатывать вопрос там, что в случае выполнения в ускоренном порядке работ мы должны находить возможность финансировать, тем самым стимулировать работу наших исполнителей. Ещё одно обращение на личном приёме, который губернатор провёл по поручению президента, от жителя Матвеева Кургана по обновлению центральной улицы райцентра. Длиной она чуть больше километра, но здесь и школы, и детсад, и продуктовые магазины. Ремонт начнут уже в мае, доложил замгубернатора и закончат к августу. Я вот там посмотрел на дорогу, там же вообще-то ямы до мая не хотелось бы, чтобы там по этим ямам люди ездили. Ямочный ремонт мы тут сделаем в ближайшем, можно сказать, до конца месяца. Значит, Дина Владимировна, я прошу вас, по дороге ямочный ремонт надо сделать в ближайшее время. Сейчас погодные условия позволяют делать. Возьмите до 1 апреля, ямы там уберите. К 1 августа обновят и 6 километров дороги к хутору Клюеву в Зерноградском районе. Также по обращениям граждан к июлю 24 года завершат капремонт школы номер 2 Красного Сулина, а к концу 25-го отремонтируют хирургическое и гинекологическое отделение ЦРБ Каменского района. Мария Филинкова, Андрей Токарев, Перворостовский. Как привлечь еще больше ростовчан к воплощению инициативных проектов, обсуждали на расширенной планерке главы администрации. Ведь дело-то удобное, мы сами можем решать, на что потратить выделяемые на благоустройство деньги. То есть проявляем инициативу и посильно участвуем в ее реализации. Также на совещании говорили о привлечении в Ростов туристов, в том числе из числа проезжающих мимо на юга. Но начнем с инициатив. Объекты ЖКХ образования и культуры – первое, что выбирают ростовчане для благоустройства. На реализацию губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» за три года потрачено порядка 80 миллионов рублей вместе с софинансированием активных горожан и предпринимателей. А в 2022 году впервые провели городской конкурс инициативных проектов. Из 30 заявок выбрали 11 с финансированием в 26 миллионов рублей. Все работы по ним необходимо закончить до 1 октября. Сейчас идет прием заявок на следующий год. Инопланерки в администрации Алексей Лагвиненко заявил, таких городских проектов должно быть в разы больше. Вы же посмотрели, что инициатива губернатора по областным деньгам была очень востребована. И люди пошли. И вы видите, действительно идет конкурс огромный. Но те объекты, которые не попали, давайте их добавим в дополнительную программу, сделаем. Ну что такое 26 миллионов? Давайте увеличим нас в три раза. Пожалуйста, давайте поделим поручение, вам в неделю разобраться, в рабочем порядке доложите. Мы по этому поводу еще проведем отдельное сообщение и послушаем. Татьяна Александровна, посмотрите по нашим резервам на 2023 год. Я уверен, что мы существенно в 2-3 раза сможем эту программу нарастить. Говорили и о туристическом потенциале Ростова. В прошлом году к нам приезжали больше 2 миллионов гостей. И это на целых 16% больше, чем в 2021. Поток растет в основном за счет тех, кто едет в отпуск на Черное море. Задержать их хотя бы на день-два в Ростове – важная задача. Мы сегодня говорим на туризм в город Ростова-на-Дону. Ну вот едет семья, папа, мама, двое детей переночевать. Пускай, может, не самым большим огромным достатком. Ну, они зачем-то погуляют по парамупе, сходят в рестораны, сходят в музеи. Наш молодежный театр, наш музыкальный театр. Сегодня много мероприятий в городе, которые попытайтесь поработать, посылать некий, знаете, информпространство, либо какие-то некоторые такие туры, чтобы человек мог сделать за один день. Вот он приехал после обеда, погулял, переночевал, а на утром поехал дальше на Черное море. Тут, правда, есть проблема. В городе не хватает гидов-экскурсоводов, особенно в туристический сезон. Зарегистрировано и аттестовано всего 36 специалистов. В связи с этим мы хотим провести конкурс мотивационный для молодежи, главным призом которого будет бесплатное обучение по профессии гид-экскурсовод. Таким образом, мы хотим мотивировать молодежь, показать о том, что это актуально, проработать с молодежью и, конечно же, надеемся, что мы каким-то образом просто сдвинем эту проблему с вёртой точки. Алексей Лагвиненко порекомендовал рассматривать для работы гидами не только молодежь, привлекая знающих людей старшего возраста. А ещё глава администрации представил нового главу пролетарского района Михаила Васильева. Татьяна Цепелева, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Год педагога и наставника стартовал в нашем регионе образовательным форумом. Он собрал в Ростове больше трёх сотен педагогов со всей области. Ещё пять тысяч присоединились онлайн. Главные задачи на этот год – возродить престиж профессии, привлечь молодёжь в педагогические вузы, признать особый статус наставников. В Ростовской области каждый человек с теплотой вспоминает своих учителей. Их работа – это подвижнический кропотливый труд, от которого зависит, какими вырастут и каких высот достигнут вчерашние ученики. Именно с компетентного, опытного наставника всегда начинается путь к большим профессиональным свершениям. Годом педагога и наставника объявил 2023-й Владимир Путин. В нашем регионе его ключевыми событиями станут августовская педагогическая конференция, властной фестиваль «Вместе к успеху», торжественный приём учителями «Славится Россия» и конкурс «Учитель года». В областном правительстве считают, системе образования нужно придать новые формы и использовать в ней новые технические средства. Система образования – это уникальная система и она характеризуется, казалось бы, двумя несовместимыми направлениями. С одной стороны, она очень инновационная, поскольку в системе образования работают очень творческие, неравнодушные люди. С другой стороны, она очень консервативная, она старается следовать канонам и постулатам предшественникам, тем, которые работали до нас. Ещё одно приоритетное направление для правительства – сделать жизнь педагогов действительно достойной. Важный фактор, конечно же, рост зарплат. Из января прошлого года оклады учителей выросли на 50%. Введены стимулирующие выплаты молодым специалистам. И такая работа будет продолжена. Говорили на форуме и о важности наставничества. В 2022-м наша область включилась в проект «Навигаторы детства». И к работе в школах приступили советники директоров по воспитанию. А в год педагога и наставника будет реализован проект «Навигаторы Дона». Его цель – обеспечить прорыв в развитии воспитательной среды образовательных организаций Ростовской области. В проекте шесть ключевых треков. В рамках трека «Навигатор-профессионал» мы запускаем 10 профилактических проектов по работе с детьми группы «Риска». Каждый из них поможет вовлечь школьников в новые позитивные сообщества и увлекательные проекты. По итогам этого проекта в конце года определяют сотню лучших школ области и 100 самых эффективных советников. Учитель русского языка и литературы Ольга Перченко предложила создать совет учителей-блогеров. Чтобы туда попасть, нужно подать заявку и конкурсные материалы. Самое главное, что здесь нет возрастных ограничений. То есть это может быть человек любого возраста. Главное – работающий в образовательном учреждении. Конечно же, это должен быть либо блог, либо социальная страница, которую он ведет, образовательный контент и определенное количество подписчиков. Кроме того, в этом году создадут электронный сборник «Педагогические династии Ростовской области». Этот проект запустило Минпросвещение. Его итогом станет Всероссийский альманах – единая база уникальных педагогических поколений. Ну и праздничная часть форума – награды городам и районам за эффективную работу в образовании. По итогам 2022-го лучшим районом стал Зерноградский, а городом – Ростов. Инна Билан, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Контракт на строительство школы во втором микрорайоне Суворовского заключен, сообщил Алексей Логвиненко. Новое четырехэтажное здание сможет принять 1200 учеников. Структуру его называют лучевой, объемно-планировочной. Учебная зона будет разделена по возрасту и предметам. Для физкультуры там будет два спортзала, тренажерка, а главное – 25-метровый бассейн шириной 10 метров. Также в новой школе планируются актовый и хореографический зал и библиотека с медиатекой и амфитеатром. Заметим, что губернатор поставил задачу сдать полностью готовый объект уже к 1 сентября следующего года. Семья Брадовских получит бюджетную субсидию в связи с рождением ребенка. Ее сумма – половина регионального материнского капитала, то есть 69 тысяч рублей. Получить эти деньги помогает областное агентство жилищных программ, тем, кто брал через них ипотеку с господдержкой. И направить субсидию можно только на погашение основного долга по кредиту. Мария и Никита Брадовские поженились два года назад. До этого жили на съемной квартире, а после свадьбы решили купить свое жилье и обратились за помощью в агентство жилищных программ Ростовской области. Документы собрали за месяц, а в конце декабря 2021-го взяли квартиру в Суворовском. Я приехала, привезли все документы, нам позвонили, сказали, приезжайте, забирайте сертификат. Все, мы приехали, подписали, и быстренько все получилось. Потом квартира и все. И начали переезжать и все остальное. По программе нам подходила новостройка в течение года, которая сдана, и решили на Суворовском. Очень понравился район, ну и выбрали так. Ипотеку семья оформила под 5,85% годовых. И ей будут субсидировать процентную ставку 5 лет. По 7 396 рублей в месяц. А в конце прошлого года у Бродовских родилась дочка Вероника. И теперь они получат дополнительную поддержку, бюджетную субсидию в связи с рождением ребенка. Размер помощи 69 тысяч рублей. То есть половина регионального маткапитала. Сегодня подписан соответствующий договор. Да, это у нас дополнительная мера действия для наших участников программы. То есть, если человек приобрел жилье с помощью мер государственной поддержки, которые реализует Агентство жилищных программ, и в течение первых 5 лет пользования кредитом у семьи появляется первый ребенок, либо третий, у нас предусмотрена дополнительная поддержка. Эта поддержка в виде субсидий дается на погашение кредита. Размер в 2023 году составляет 138 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и 69 тысяч рублей при рождении первенца. Деньги поступят на счет в течение пяти дней после подписания договора с агентством. Средства эти целевые, и их можно направить только на погашение ипотечного кредита. Стать участником программы приобретения жилья с помощью агентства жилищных программ просто, при соответствии двум критериям. Постоянная регистрация в Ростовской области и отсутствие своих квадратных метров. Инна Билан, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. А теперь закрывайте глаза и слушайте. День сна отмечается по всему миру на этой неделе. Праздник молодой, ему всего 15 лет. Зато касается он всех и выспавшихся, и невыспавшихся. Разве что страдающий бессонницей в этот день нерадостный. А специалисты по сну напоминают его простые правила. Как изучают сон и нарушения в Ростовском медуниверситете, узнала нашу съемочная группа. Открываем глаза и смотрим. У вас в чем вообще проблема? В том, что вы плохо засыпаете или пробуждаетесь среди ночи, или рано пробуждаетесь утром? Я пробуждаюсь среди ночи. Пациенты сомнолога делятся на две группы. Первые приходят сами с жалобами на бессонницу, вторых направляют другие врачи. Ведь нарушения сна чаще сопровождаются другими проблемами со здоровьем и даже серьезными болезнями. Большой поток пациентов, которые идут от лоров или от кардиологов или от терапевтов, у которых есть нарушение дыхания во сне. Храп – не такая безобидная вещь, как многим не медикам кажется. Да, зачастую и медики недооценивают этот симптом, и долгое время человек остается недообследованным. Чаще всего неврологам и сомнологам достаточно простого анкетирования и опроса пациента, чтобы понять, есть ли у него серьезные нарушения сна. Для дополнительной диагностики в ОКДЦ используют полисомнографию с видеофиксацией. На ней видно мимику и позу пациента во сне, а показания приборов дают полную картину. Еще один метод исследования – электроэнцефалография. Ее изучают и в Ростовском медуниверситете. Сейчас мы будем проводить электроэнцефалографию. Сначала мы покажем вам с Иваном рутинную запись, а потом я расскажу, что же такое ЭГ-видеомониторинг или ЭГ-снам. Для второкурсника Ивана Ковгана сон – это еще и предмет исследования. Будущий клинический психолог старается разобраться в его механизмах и методах исследования. Для этого и электроэнцефалограмма. Мне, честно говоря, интересно провести это исследование, тем более очень хорошие специалисты, очень интересно пообщаться с врачами и, конечно, провести исследование, попробовать на себя. Проблемы со сном студенту-медику знакомы хорошо. И связаны они, как у многих молодых, с нарушением режима – встает рано, ложится поздно. Но часто причинами нарушения сна становятся неврологические болезни и даже эпилепсия. Она может не проявляться днем, и здоровый с виду человек не понимает, почему не высыпается. А потом выясняется, что ночью его мучают эпилептические приступы. Выявить это помогают полисомнография и энцефалография. Причем на последней видно и эпилепсию, и новообразование, и даже последствия коронавируса. Среди пациентов, страдающих бессонницей, переболевшие ковидом, лидируют, отмечают специалисты. Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, надо обратить внимание не только на поддержание своего и восстановление дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы, но также и понаблюдать за своим сном. Дело в том, что специалисты сейчас уже ведут исследования в этой области и показали, что как раз-таки эта инфекция, которая поражает клетки мозга, она приводит и к нарушению сна. А вот события последнего года на уровень бессонницы не повлияли, говорят врачи. И если пациентам кажется, что они стали хуже спать, то это из-за общей тревожности, а сам механизм сна при этом не нарушился. Тут скорее следует принимать во внимание аспект самооценки своего сна, а он очень сильно зависит от уровня тревожности. Отрицать, что у нас среди населения тревожность не повысилась, мы этого не можем. Ну, тому способствуют последние события. И на этом фоне оценка, субъективная оценка сна меняется. У студента Ивана проблем со здоровьем нет. Это подтверждает энцефалограмма и врач-нейрофизиолог Ирина Шевченко. Ему достаточно наладить режим и по возможности подольше спать. Для взрослого человека это 7-9 часов. В его случае хорошо проветренное помещение и удобная постель сделают свое дело. А тем, кому стандартные рекомендации не помогают, специалисты советуют обратиться к врачам, сомнологу или неврологу. Анастасия Мартынова, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Цыплят по осени считают, а цены на яйца перед Пасхой. Так говорит завсегдатый старого базара Лидия Романченко. Наш обозреватель Прилавков заранее прошлась по яичным рядам, чтобы было с чем сравнить цены через месяц, когда начнется пасхальный ажиотаж. Я вам даже больше скажу, первые подвижки цен ощущаются уже пару недель точно. Предпраздничный ажиотаж, на который многие товары реагируют повышением цены, у такого продукта, как пыриные яйца, бывает только раз в году на Пасху. В 2023-м она выпадает на 16 апреля. Не менялась цена, ничего. На птицу подскакивала цена до нового года, а на яйцо, может быть, вот Пасха что-то будет, масленица тоже роли не играет. Вот перед Пасхой начинается немножко меняться цена яйца. На уровне 100-130 рублей домашние яйца держались с прошлого лета. Ни салатный Новый год, ни сытная блинами масленица не колыхнули ценники. Однако март оказался переломным. Ценники отогрелись, как почки на абрикусовом дереве. И пока идет пост, яйца потихоньку начинают набирать, с первых мартовских дней прибавив двадцатку. Разброс цен зависит от калибра и содержимого яйца. Чем оно ярче, по вкусу и цвету, тем дороже. Отличие цены по повелечении яйца. По свежести оно все одинаково, по повелечении. Бывает еще привозим дурь желтковое яйцо. Похолодание у нас прекращается, и яйцо немножко начинает больше куры нести. Но в зависимости от желтка повышается цена. Если светлый желток, всегда яйцо было дешевле. Если оранжевый хороший желток, всегда это дарше. И горлыкские несушки дают и оранжевые, и желтые желтки. Зависит от того, чем кормят кур и их породы. Есть куры ломандраун, это красные куры. У них красная шкармотка, и, естественно, желток бывает светлый. Если вот такое вот перламутровое, то здесь желток будет обязательно оранжевый. Когда люди собираются на пасту и все покупать, обязательно просят, чтобы разбили. Читается, что яркий цвет желтка – показатель высокого содержания витамина А и прочих полезных для человека витаминов. Б, Б, 2, Б, 12, йода. Ну и не забываем про белок. Что же касается потенциальных яичных опасностей, вроде сальмонолеза, за этим строго следят не только хозяйство, но и рынок. Это у нас врачи проверяют яйцо. Мы ходим, как только приезжаем, сразу ходим на проверку, проверяем яйцо, оплачиваем за проверку. И врачи только тогда выписывают на бумажечку, мы ставим сюда яйцо как для продажи. Потому что покупатель может в любое время спросить, есть ли у вас проверка на яйцо. При этом не стоит забывать, что среднее яйцо содержит 210 мг холестерина. Так что не стоит злоупотреблять этим продуктом даже по праздникам. На этом у меня все. До встречи. Спасибо, Лида. А мы продолжаем. Идеальную кражу продемонстрировал кот по кличке «Ловкая лапа». Из-под носа пса он увел целую миску корма, и тот ничего не смог сделать. Наш корреспондент Екатерина Лободина заметила это дерзкое преступление через интернет и готова рассказать, что еще повеселило или расстроило ростовчан в сети. Еще ростовчане обсуждали проверку машинки для стрижки прямо в магазине, защиту аккумулятора сваркой и объявлением. И балкон-замок. Подробности сейчас расскажу. Кому магазина, кому и парикмахерская. Товар в магазине бытовой техники проверил на себе маленький ребенок. Пока мама отвлеклась, малыш подбежал к стенду с образцами машинок для стрижки, дотянулся до одной и стал опробовать. Естественно, использовал для этого свою голову. Малыш не поранился, но нестандартной прической себя обеспечил. Некоторых пользователей такая ситуация возмутила. Они недовольны матерью ребенка. Смотреть нужно за малышом, а то он еще и не такое сделает. Другие вступились за родительницу. Дело не в том, что мама не смотрела, а в том, что дети слишком шустрые. А кто-то решил, что надо было уже завершить стрижку на месте. А то как-то несимметричненько получилось. Ловкость лапы и никакого мошенничества. Фокус с исчезновением собачьего корма показал кот в тот момент, когда пес обедал. Из-под носа пса он увел целую миску. В отличие от собаки, пользователи это повеселило. А многих даже восхитило. Технично-то как? Вот она была и нету. А пес бедный даже не понял, что случилось. Пришлось доедать остатки с пола. Видимо, владелец этого отечественного авто устал от постоянных попыток украсть его аккумулятор и решил предупредить воров заранее. Этот маневр не удастся. Так на капоте и написал. Аккумуляторная батарея заварена. Не трать время зря. Неизвестно, прислушался ли кто-то к его совету, но подписчики успели оценить состояние легковушки. Тот момент, когда аккумулятор – это стоимость одной пятой автомобиля. А кто-то предостерег, что такое объявление может вывести грабители из себя. Задеть их профессиональную честь и они примут это как вызов. Или снимут за такую наглость неприваренные колеса. У всех балконы как балконы, а у меня замок. Так, возможно, подумал владелец квартиры с необычной отделкой этой ее части. Подписчики сразу предположили, что там живет лорд Тесыжевский. А некоторые возмутились, что такие умельцы портят общий вид здания. И лучше бы им такого самоуправства не разрешали. Это моя последняя новость на сегодня. Спасибо, Катя. У нас на очереди Марина со спортивным обзором. ЦСКА оторвался и наверняка выйдет в плей-офф с первого места. Гандбольный Ростов борется за второе. Астраханочка отстает всего на одну очко. И если наши гандболистки все-таки удержат позиции в четвертьфинале, их соперником станет волгоградская «Динамо» Синара. И по расписанию чемпионата страны так получилось, что как будто сыграна пристрелочная серия плей-офф из двух матчей, в котором наши девушки победили со счетом 32-22. Победил в очередном матче чемпионата и следом в кубковом матче с Пари-НН и футбольный Ростов. Главные спортивные новости недели расскажет наш спорткор Марина Черных. Да, радуемся и за гандболисток, и за наших футболистов. Но начну с другой футбольной новости. Пять игроков Ростова попали в окончательный состав сборной России на мартовские сборы товарищеские игры с Ираном и Ираком. Это Писейков, Глебов, Осипенко, Камличенко и, внимание, Сельянов, которого не было в расширенном списке. Всего в составе 29 футболистов сбор в Новогорске начнется 19 марта. 23 марта матч с Ираном в Тегеране, а 26 с Ираком в Санкт-Петербурге. Ну и теперь Кубку России. Матч первого этапа полуфинала «Пути региона». Футбольный Ростов сыграет с Краснодаром. Такого соперника выдала нам Жеребьевка. Играть придется в гостях, и будет это в начале апреля. Ну а пока посмотрим, как мы прошли дальше с Париенен. Футбольный Ростов второй раз за пять дней победил Париенен и продолжает путь к Кубку России. В основе вышел Камличенко и имел в первом тайме пару голевых моментов. Уткин остался в запасе, и доставщиком мяча форварду выступил Тугарев. Первый раз Камличенко бил ногой выше ворот. А удар головой получился точнее, и вратарь с трудом перевел мяч из угла в штангу. Хорошо приложился к мячу Селява, немного мимо ворот. В начале второго тайма уже сам Тугарев бьет с близкого расстояния. Но не сильно и не точно. В середине тайма того же Тугарева, его, кстати, признали лучшим игроком матча, эффектно вывел на ударную позицию Голенков. Вратарь справился, а Миронов на втором дыхании атаки ударил очень далеко от цели. И все-таки Тугарев забил. После розыгрыша углового и толкотни в воздухе мяч отскочил к нему. Не был вколочен в сетку. Этот гол стал решающим. Ростов победил 1-0 и продолжит борьбу за кубок. Но это уже в апреле, а пока играем в воскресенье гостевой матч чемпионата страны с химками. Китель Малиновского с маршальскими погонами, парадный мундир маршала Буденова и знамена поверженной Германии теперь можно увидеть в Старочеркасском музее-заповеднике. А еще боевые награды и оружие. Там открылась выставка «Маршируем в победном строю» из фондов музея «Сталинградская битва». Посвятили ее 80-летию победу в той битве и первому параду победы, который прошел в Москве в июне 45-го. И битва за Сталинград, и потом освобождение Ростова связаны с командующим Южным фронтом Родионом Малиновским. Совинформбюро сообщило, 14 февраля войска Южного фронта, сломив упорное сопротивление противника, овладели городом Ростов-на-Дону. Потом Малиновскому было присвоено звание маршала, и вот он, его китель уже с маршальскими погонами. Конечно, для многих Сталинград остался в сердце, и они очень многие сами привозили и передавали свои подлинные вещи. А после их смерти это стало традицией для родственников, которые стали передавать награды, какие-то еще вещи, которые они находили. К первому параду победы были пошиты мундиры цвета морской волны. И вот в этом, 24 июня 1945 года, на трибуне стоял маршал Бузенный. Из музея «Сталинградская битва» привезли и его золотой знак – почетного гражданина номер один города-героя Волгограда. В июньском параде на Красной площади участвовали 12 маршалов и 249 генералов, многие из которых командовали войсками в Сталинграде. В параде победы 24 июня 1945 года 50 капельместеров и 1313 музыкантов исполнили 36 мелодий. Впервые за четверть века прозвучала слався Михаила Глинки. Говорят, в окопах атеистов не бывает. Участник обороны Сталинграда Иван Павлов на пепелище одного из домов нашел Евангелие – маленькую походную книжечку. Взял ее с собой, читал и говорил – с ней я шел и не боялся до 45-го. После демобилизации он не вернулся в родное село, а поехал в Загорск, в Троицкую-Сергиевскую лавру, принял пострих и впоследствии стал духовным архимадридом Кирилла и духовным наставником двух наших патриархов, как раз Алексея II и Пемена. Конечно же, мы приглашаем на эту экспозицию, поскольку она будет у нас находиться до октября месяца. Все ребята, молодежь смогут прийти сюда и по Пушкинской карте. Мы приглашаем и гостей, и взрослых на эту уникальную экспозицию, где можно будет посмотреть ордена, мундиры Победы 45-го года, 24-го июня, который первый парад Победы состоялся в Москве. И еще обратите внимание на личные вещи маршалов Жукова и Рокоссовского и медаль номер один за оборону Сталинграда, командующего 64-й армией Михаила Шумилова, того, кто первым допрашивал пленного фельдмаршала Паулюса. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Выходные в середине марта теплыми не будут, ну если, конечно, не считать теплом 10-12 дневных градусов, но при этом и ветер мощным не будет, и дождя сильного не ожидается. Так что наш метеокор Иван Полехин называет прогнозируемую им погоду, как всегда, хорошей. Ростовщане, всем привет! На выходных в городе будет влажно, а влажность, как известно, не очень благоприятно влияет на суставы. Сохранить их здоровье поможет медицинский аппарат Алмак+. Артроз, остеохондроз, невралгия. Не просто слова. Решение есть. Алмак+, для лечения спины и суставов. Алмак+, по сниженной цене, в социальной аптеке. Друзья, а у вас есть какой-нибудь свой огород, хотя бы, ну такой, небольшой, хоть пара грядок на подоконнике у вас разбита? Если да, то в эти дни самое время этим самым огородом, хотя бы небольшим, пристальное внимание ему уделить, заняться им. Наши предки в эти дни, именно в эти дни, замачивали семена, чтобы их потом посадить. Ну, а еще наши прадеды, именно в середине марта, удобряли землю и приговаривали. Где лишняя навоза кубышка, там лишняя хлеба ковришка. Ну, а если вдруг у вас руки к земле не приспособлены, то пойдите на рынок и лучше купите овощей там. По какой погоде пойдем за покупками, расскажу совсем скоро. Музыка Ночная погода на выходных и в понедельник будет стабильной, 8-9 градусов со знаком плюс. А вот дневные температуры будут отличаться, причем меняться зигзагами. В субботу днем на термометрах 12 теплых градусов, в воскресенье 10, в понедельник целых 16. Теперь к ветру. В субботу он будет дуть со скоростью 5,5 метров в секунду, в воскресенье снизит активность 4,5 метра. В понедельник станет еще тише, около 3 метров. Небо все три дня пасмурное, но дождь возможен только изредка. В воскресенье с утра, например. Не попасть под него вам и желаю. Увидимся на ростовских улицах. Мы есть в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Подписывайтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин